Добрый день. В научной библиотеке Тюменского государственного института культуры уже много лет ведется культурно-образовательный проект, реализуется. И в рамках этого проекта читать модно. Мы делаем презентацию или представляем новые книги. В 2015 году Тюмень была потрясена. Впервые сделаны были фотографии, выставка в музейном комплексе Ни Славцова. Сделана фотография и такой великолепный каталог. Еврейские фотографы конца 19-го, начала 20-го века. И вот эта история, она была необычная. То есть имена Якова Фидермана, Исаия Кадыша, семья Шустеров, три брата-фотографы, которые Исаия потом стал заниматься кинематографом в Тюмени, они были открытием. То есть те люди, которые пришли на открытие выставки, они среди старых фотографий искали имена знакомых людей. В своих предках. Вспоминали семейные истории. И вот результат выставки – это не только изыскание документов, фотодокументов в музейных архивах, но одновременно и в семейных альбомах Тобольска, Омска, Тюмени. Надо сказать, что вот этот каталог был издан еврейской национально-культурной автономии города Тюмени, Авиев, Тобольским архитектурно-культурным музеем-заповедником, Тюменским музейным комплексом имени Славцова, ну и с помощью активистов Тюменского клуба, Тюменской старина, клуб Кровета. Но представлять мы с вами будем новую книгу. По материалам этих выставок, которые экспонировались в городах Тюмени, затем вот у нас в Институте культуры. По материалам выставки один из главных организаторов выставки, это наш раввин Игорь Евгеньевич Варкин, издал книгу «Сборник материалов по истории еврейской диаспоры Тобольской губернии». Книга издана в прошлом году. Вот этот сборник материалов, включены круглые результаты или материалы круглого стола по Тюменской иудаике, который круглый стол проходил в музейном комплексе. И, конечно, основная часть, вот как бы мы видели старый фотограф-каталог, и основная часть этой книги – это биографии. Биографии фотографов, причем в публикациях, в материалах принимают участие, как вот Лев Боярский, сотрудник музея, музейного комплекса имени Словцова, затем Геннадий Крамор, наш выпускник, и живет он сейчас в Ишиме, научный сотрудник музейного центра Петропавловича Ершова, Орлов, Попова, Сулимов, Игорь Варкин. Особенностью вот этой книги «Еврейские портреты в интерьере времени» мы здесь видим вот эту знаменитую лестницу, задник, на фоне которого фотографировались семейные портреты, детей фотографировали, какие-то группы и так далее. Вот этот вот взяли за основу, а Игорь сделал потом документальный фильм, который так и назвал «Лестница Шустера», дворцовая как бы лестница. И рассказ из этого документального фильма, он сделал великолепную публикацию, рассказ о семье Шустеров, незаконченные поиски портрета сибирского фотографа. Когда мы листаем эту книгу, мы видим не только фотографии, во-первых, она прекрасно издана, элегантная, по цвету, по оформлению обложки, намелованная хорошей бумагой, качественно издана. И эта книга тиражом всего 100 экземпляров. То есть книга уже стала библиографической редкостью. И вот мы видим портреты, мы вглядываемся в эти лица. И самое интересное, что параллельно не просто вспоминается, что фотография – это остановленное мгновение. Художник долго пишет картину, фильм снимается и затем монтируется, там коллективный труд. А вот фотограф увидел, щелкнул, и остановилась история, остановилась. Мы увидели портреты этих людей, как они смотрели, как одевали детей, как сами одевались, чем занимались. И вот эти вот портреты, факты биографии очень любопытны. Например, ты читаешь историю семьи Шустер, и я, например, первый раз услышала такое, что, оказывается, оказывается, вот, были такое понятие «кантонисты». Мы слышали эти. Но в 1805-56 годах «кантонисты» – это название несовершеннолетних солдатских сыновей, которые числились с рождением за военным ведомством. А также, вот она политика государственная, взятых принудительно в кантонисты, малолетних бродяг, детей евреев, раскольников, польских поставок, повстанцев, цыган и прочих. То есть вот маргинальные, как бы, населения, которые шли вне православной церковной традиции. Поэтому вот «кантонисты», для них, вот, значит, была натуральная воинская повинность, с 12 лет собирали «кантонисты», а затем еврейские дети-рекруты до 18-ти направлялись в батальоны «кантонистов», а оттуда в школы «кантонистов», и 25 лет служили в армии. Но в эти 25 лет не входили с 12 лет школы «кантонистов», то есть более 30 лет еврейские сыновья отдавали родине. Война и так далее. И вот прослеживается история семьи не только с 19 века, но и буквально до последнего, до последней Великой Отечественной войны, до конца 40-х годов. Судьба удивительно интересная. Мне понравилась вот о датировке фотосъемки Фидлерманом живых картин Михаила Знаменского. Михаил Знаменский – знаменитый художник. Он не обучался в академиях, получил образование здесь вот в Тюмени, затем куда-то ездил. Но самое интересное, считается, что он воспитанник декабристов, которые были в Вишелье, в Тобольске, и он как бы возле них воспринимал культуру и традиции. Ну и интересно, что Знаменский – это тот художник, который иллюстрировал поэму Петропавловича Ершова «Сузге». Сузге – молодая красавица-жена последнего сибирского хана Кучума. И когда воины Ермака стали штурмовать ее городок, Сузгун, в стороне немножко от Тобольска, то она повторила подвиг знаменитой казанской царевны Сюенбеки. Это она выбросилась из окна своего шатра или своего дворца, чтобы не попасть в Вену. То есть она погибла. И вот эта романтическая история Михаил Знаменский ее не просто иллюстрировал, А когда решили в 2019 году, в 185-летие со дня известной сказки, опубликования всемирно известной сказки «Конек-горбунок» и среди произведений Ершова решили восстановить Сузгуй и нашли материалы. Оказывается, в Тобольске был создан в конце 19 века клуб любителей театра. И они, найдя эту пьесу, найдя эту поэму, был автор, вернее, был исполнитель, который читал стихи. А затем любители театралы изображали живые картины. То есть на фоне задников всевозможных, в специальных исторических костюмах они садились, вот воины Ермака, вот красавица Сузге просит у старого хана построить ей отдельный городок и дворец, вот, значит, смерть этой Сузге и так далее, и так далее. И вот эти вот остались, эти картинки в репродукциях остались, и фотографии. Фотографии Фидлермана он снимал, вот все эти пять картин. Причем интересный еще один момент. Безусловно, очень интересна судьба семьи Шайчиков. Тюменцы из Тобольска приехали. Те братья, которые, с одной стороны, Шайчики, затем Шустера. Вот Шустера, три брата Шустера, фотографы. В газете «Сибирский листок» от 7 ноября 1899 года сообщалось, местный фотограф Шустер послал на днях Дмитрию Ивановичу Менделееву в виде подарка к Доболюку от Доболюка фотографии с могилы отца. И на днях Шустером получено письмо, в котором Менделеев благодарит его за присылку и обещает высвать свою книгу о поездке на Урал. То есть мы знаем вот эту вот культурную среду. Они все были знакомы друг с другом. И интересно сматриваться. Общий вид подгорной части, которая сейчас в Тобольске, безусловно, застраивается особняками. Народная аудитория Тобольск-1800. Деревянные теремки. Мы видим дворцы. Тюменская улица Царская. Самый интересный еще один момент, что вот мы видим фотографии о том, как приезжал царевич, цесаревич, наследник. Николай Первый заезжал в Тобольск, Тюмень, проездом был. Мы видим, вот князь Боргизье из Пекина в Париж через Тюмень ехал на автомобиле, автопробеге. Мы видим какие-то события, складирование воинской части, строительные работы и так далее, и так далее. То есть мы практически видим живую, реальную жизнь Тюмени и Тюменского уезда, Тобольской губернии. И еще один момент. Вот здесь считать очень интересно, потому что для Тюмени первым документально зафиксированным киносеансом был упомянутый в Сибирской торговой газете за 12 июля 1897 года информацией. На ярмарочной площади в особом балагане показывается синий графоскоп братьев Пепон, подражение к кемитоскопу Люмьера. И тюменьцы начали знакомиться с новым видом искусства, короткие показы, затем вплоть до часа. И началась война. Война между фотографами и теми, которые стали показывать фильмы. Причем здесь вот, когда читаешь, понимаешь, насколько забавно. В экранах вот оно, электротеатр Мадера, демонстрироваться грандиозно-художественная программа, состоящая из двух захватывающих драм, двух дивных комедий, одной комической и одной видовой. Ну и темы, конечно, этих мелодрам. Вот слушайтесь название. Королева Кабаре, Прощай, Юлю, Выстрел на сцене, В экстазе любви, В золотых оковах, Песня о скорби. Потом были ужастики, Смертельный танец, Роковое домино, Мертвый взгляд, Мертвая петля, Гнетущая тайна, Ищадья ады и прочее. Боевики, Роковой талант, Проклятый бриллиант, Валет Треф, Долой Личину, Клятва преступник, Веселили незамысловатые комедии, Ревнивый муж, Которую из двух, Любовь азарт победила, Любовь на выдумке хитра, В конце концов, Исторические драмы, Ермак, Заотечество, Гибель Помпеи, Комогридеши, Царица Савская, Мученики инквизиции, И удивляли феерии, В красках, Игры русалок, В царстве фей, Амур Покровитель, Вот вам фэнтези 19 века, Начало 20-го, Оживание литературное произведение, Граф Монте-Кристо и так далее. Ну, кстати, Николай Второй считал, Что вот этот кинематограф, Это вообще балаганное искусство, И, в принципе, Никаких таких вот поддержек Ему не оказывало власти. Поэтому все исключительно Иждивением самих фотографов И самих шустров. Читать эту книгу можно очень долго, Ее листать с удовольствием, Потому что ты погружаешься Не только в мир еврейской культуры И еврейских фамилий, Ты погружаешься Вот в ту историческую среду, В то историческое время, В события, Которые благодаря фотографам Остались в архивах музеев, Остались в нашей памяти В виде этой великолепной книги. Поэтому познакомьтесь с ней В научной библиотеке Института Тюменского государственного Института культуры. Приглашаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...